В Одессе пляж для людей с инвалидностью снова оказался не готов к курортному сезону. Несмотря на обещание городских властей провести полноценную реконструкцию этого специализированного пляжа, в конечном итоге отремонтированным на нем оказался только пандус. В нашем городе все чаще поднимаются вопросы, связанные с доступностью Одессы для людей с инвалидностью. А все потому, что вопросы поднимаются, а ответов в смысле практического применения всех обещанных преференций все никак не наступает. Например, с доступностью пляжа для людей с инвалидностью, который у нас в городе с миллионным населением. Всего один. Да и тот наши городские власти до ума довести не могут. Весь предыдущий год шли разговоры о том, что его надо привести в порядок. И не просто привести, а реконструировать. Для этого был придуман и разработан специальный проект и выделены средства. И действительно проект получил одобрение с точки зрения общественности. И мы говорили о том, что в этот сезон уже мы стартанем с обновленным пляжем. К сожалению, ситуация сейчас такова, что никто не отказывается от проекта. То есть его реализовывать будут. Но 1 июня, собственно, начинается в Одессе пляжный сезон. И, к сожалению, никаких изменений нет. На комиссии по социальной политике руководитель департамента экологии... Вернее, сначала на аппаратном совещании руководитель департамента экологии доложил мэру города о том, что и 1 июня пляж будет сдан. Я поехала, естественно, на пляж. Я там была и до этого, но дала время и даю время всегда, потому что понимаю, что это процесс, на который необходимо время. Но, к сожалению, то, что я увидела, это ничем не отличается от того, что было в прошлом году. И так все, что сделали городские власти за целый год. Обновили пандус, благодаря которому колясочники могут заезжать в море, и покрасили столбики. И на этом все. Но это недоступный пляж. Говорить о его доступности на сегодняшний день нельзя. Сейчас департамент экологии говорит о том, что 1 июня будет новый... Сейчас... Будет сделан и установлен новый спуск в воду. Да, специальный пандус, который не поддается коррозии. Мы обсуждали, что это будет из нержавеющей стали. И он говорит, что он действительно будет качественный, со всеми требованиями, которые выдвигали люди с инвалидностью, на обсуждение. И, естественно, мы понимаем, что решили реализовывать проект частями. Ну, мы понимаем, что такое частями, что такое, когда некомплексный подход. А частями это... Я очень сомневаюсь, что он будет в том виде, в котором, собственно, заложено в проекте. Проект предполагает обустройство новых пандусов, а не только съезд в море, а специальных навесов с лежаками. И все необходимые удобства для людей с особыми физическими потребностями. Вопрос медпункта. Я выставила фотографии, и я заявляю, что такого медпункта быть не может. Он должен быть оборудован к холодильным... Там должны быть все медикаменты. Там должен быть человек обученный. Там не должно быть какого-то там спального места для охраны. Это должен быть медпункт. Парковочные места. Опять же, разметку нанесли на места, где ямы. Ну, то есть, я уже не говорю о том, что... Даже не почищен пляж от ракушек. То, что в прошлом году я поднимала несколько раз, что для некоторых нозологий необходим абсолютно чистый просеянный песок, потому что это связано с конечностями. Даже песок не просеян. Да, там поубирали, да, там подкрасили, подмазали, но это не тот пляж, о котором мы говорили, и о котором, собственно, заявлял мэр. В программе равенства заложено 5 миллионов гривен, ну, около там 4-600 миллионов гривен, для того, чтобы все-таки этот пляж был таким, как его, ну, не только заслуживают одесситы и люди с инвалидностью, а таким, как он должен быть. Сейчас говорится о том, что основные работы начнутся в сентябре месяце. В прошлом году говорили, что осенью начать не можем, потому что должна быть хорошая погода, а мы начнем весной. Ну, вот, вы знаете, у меня иногда опускаются руки, но я настроена воинственно, и я буду добиваться того, чтобы именно проект этого пляжа был реализован в той концепции, в том виде, в котором был согласован и прошел экспертизу. Но самое неприятное в данной ситуации, что все работы по реконструкции пляжа для людей с инвалидностью городские власти решили отложить до осени, а значит, еще минус один курортный сезон.